Всем приветик! Настало время кормить малышку. Она тут нахозяйничала. Опять фахну почему-то достала. Ты кушать будешь, Сирушка-поскакушка? Ой, говорит, буду, но не тебя. Да вопросов нет, что меня ты жрать не будешь. Вот это надо собирать обратно. Она нам в хозяйстве еще пригодится. Так, ну сейчас я не отожму имущество и будем кормиться. Хозяйка в очередной раз сошла с ума. Отжала все имущество. Вообще с ума сойти, только скажи, к мебели привыкнишь. Это вот опять, блин. Капец-капецный какой-то. Я ж тебе за эту вкусняху принесу. Видела? О, говорит, видела, ничего себе. Ух, нифига себе, да? О, как бывает в жизни. Скажи, главное догнать, поймать и обезвредить. Ну, мы чуть-чуть поборемся, типа, вообще ж поймала все как положено. Вот, молодца, занимайся. С правильной стороны взяла, поэтому без проблем проглотит. Окей. Малышка активная. Уговаривать кушать не надо. Сейчас вот запихнется. Вот она такая красавица. Все-таки я остановилась на имени Карамелька. Вот реально, когда я только привезла, у меня сразу была ассоциация с конфетой. Вот она, собственно, Карамелька и есть. Поэтому имя уже как-то само себе закрепилось. Так что, девчонка, теперь Карамелька. Карамелька. Вот так вот. Карамелька сейчас запихивается кормовым объектом заморозкой галыша мышки. Кому неприятно, просто не смотрите. Полозы так питаются. Их физиология связана с потреблением в пищу грызунов. Так что, хоть нравится, хоть не нравится. Если заводишь змейку, надо знать, как ее правильно кормить. Вот так это выглядит. Кстати, в природе полозы. Аналог Маиса у нас как бы каспийский полоз. У меня она есть в ленте оливочка. То есть в природе они защитники полей. Истребляют грызунов в полях, прямо в норках. Не дают грызунам сжирать наши урожаи и посевы. Так что, любители грызунов. Извините, но такова жизнь. Грызуны в природе являются вредителями. Замечательные питомцы, они только у нас дома. Да, у меня тоже есть любимые крыски-хомячки. Их никогда никто не съест. Ну, так это они у меня не вредят. Потому что любимые, родные, сытые в клеточках сидят. А выпустят уже крысятинку, так сказать, к соседу в гости. И она там все перехерячит из продуктов. Понятно, что ее будут ненавидеть и стремиться убить. То есть это закон такой природы. Есть категория грызунов, у которых мы держим, они любимцы. А есть категория грызунов, которые все-таки являются вредителями и паразитами. И вот именно с этими паразитами в полях, собственно говоря, змеи и борются. Как бы печально для некоторых это не звучало. Вот и все. Мы запихнулись. Отлично. Сол, вернуть тебе имущество, да? Домик вернуть? Она говорит, я еще есть хочу. Не, солнце, тебе много есть нельзя. Она, да, каждый раз просит еще. И готова, скажи, я бы еще ела, если бы что-нибудь дали. Да, я такая, мадама. Кушала бы еще. Тебя бы съела. Лянтика-кротик открывается широко. Обалдеть, а? Ну, ей ничего, не придется меня сожрать, потому что я не помещусь, собственно. И она даже никакого вреда мне принести не сможет. Ну, попытка, скажи, не пытка, а вдруг, а вдруг пахнутая вкусняхой. Скажи, надо же попытаться сожрать хозяйку. Нормальная тема. Ну, и, кстати, тут даже не остается ничего. Никаких отметин. Абсолютно.